и про что мы сегодня поговорим ну во первых у нас будет третья тема до немножечко про всякие технические фишки поговорим и про композитный сайт и про безопасность если кого-то интересует распределение высоких нагрузок ну вкратце так упомяну об этом но прям совсем чуть-чуть техническая поддержка ваш интернет магазин ну если вы уже работаете с битриксом все прекрасно знаете что это такое если нет то покажу расскажу тоже где находится и как с этим работать и плюс ко всему мы посмотрим сегодня интеграцию с crm к настроим посмотрим как настраиваются там онлайн чаты серым формы форма обратного звонка и прочие плюшечки и вторая часть доклада как избежать ошибок при создании интернет-магазина коллега мой олег степанов будет рассказывать тоже много интересной информации будет давайте наверное начинать напоминаю что вопросы которые вы будете задавать в разделе questions по мере вебинара буду стараться на них на все ответить но если на что-то не успею ответить свяжемся лично тогда контакта мои еще раз конце вебинара покажу расскажу так и давайте традиционно уже перейдем с вами в раздел в админку нашего сайта да я напомню у меня сайт bx-im.ru такой тестовый мой сайт плюс я еще запущен 1034 вот такой вот тоже тестовый интернет-магазин прям совсем-совсем пустой на котором еще эксперименты никто никак и не ставил оставлю его здесь пью сеть мы пока перейдем в админку в раздел магазин настройки мастер-магазина свернем первые две части потому что в принципе мы все это с вами посмотрели прошли еще а ничего правда пока не настраивали ну так очень все поверхностно пробежали и давайте посмотрим что нам какие инструменты система предлагает нам для обслуживания интернет-магазина для того чтобы мы могли следить за его скоростью за его так называемым здоровьем ну чтобы он всегда был активен в первую очередь этот инструмент который называется скорость сайта глазами пистителей давайте прямо сюда в этот раздел и перейдем у меня сайт работает не быстро а не удается почему-то с сервисом статистики не могу сказать почему и что за инструмент такой по сути это инструмент который позволяет отобрить отобразить скорость загрузки вашего сайта причем скорость загрузки именно в браузере пользователя давайте мы кстати вот здесь попробуем еще сюда тоже прийти скорость этой глазами пистители вот здесь посмотреть на другом демонстрационном сайте а для данного домена нет меня данных никаких маке вернемся сюда на это комплексный показатель насколько быстро отображается ваш сайт в том или ином у того или иного клиента ну в среднем да все это усреднение 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 усреднено тысячу последних посетителей мы рассматриваем и смотрим насколько быстро этот сайт отображается у посетителей причем разделяем это по географии можем посмотреть да где у нас как насколько быстро грузится ну в каком регионе и также по времени скорость сайта по времени у меня поживы к сожалению почему-то не загрузилась не получает что-то с сервисом статистики не знаю почему буду выяснять по сути распределение скорости сайта тоже в графическом виде предоставляется давайте покажу у меня есть так сейчас делаем здесь есть скриншот специально заготовлены которые мы сможем с вами посмотреть на котором будет видно какая чтобы какой момент больше загрузки занимает в вашем сайте на нет здесь прям совсем маленький не покажу распределение скорости сайта по времени сколько времени занимает отрисовка страницы сколько времени занимает dns запрос для страницы включение к серверу ответ сервера загрузка обработка html и так далее исходя из этого можно посмотреть и выяснить в чем именно затык какая стадия загрузки обработки страницы занимает больше времени и соответственно оперативно среагировать на это так мы сейчас вернусь в мастер и покажу инструменты которые позволяют увеличить скорость загрузки сайта то есть но с предыдущим инструментом мы можем посмотреть насколько быстро сайт нас вообще работает да а есть инструмент который позволяет увеличить скорость загрузки сайт вот например один из инструментов он мне уже включен это cdn content delivery network что это такое давайте для этого вернуть еще раз скорость сайта глазами посетителей и мы с вами еще раз посмотрим карту смотрите сервер у нас находится в москве да видим ну где-то в районе москвы судя по всему но на сайт на наш заходят люди с разных регионов из германии из латвии и по россии много откуда из казахстана даже откуда здесь грузии что ли нет да возможно что не не с грузии все-таки из россии еще вот то есть отовсюду заходят на люди и смотрят наш сайт вот для того чтобы сайт грузился у всех одинаково хорошо не прям одинаково хорошо но быстрее чем без использования технологии используется такая штука accident content delivery network был грубо говоря сервер находится в москве но у меня например здесь калининграде люди когда-то загружают данные они получают эти данные не только с московского сервера но из каких-то близлежащих серверов например из меня в данном случае в калининграде ну вот если мы будем смотреть где-то здесь что он за город давайте посмотрим челябинска да если челябинска загружает он данные получает и из москвы и допустим с екатеринбурга или с тюмени то есть тех городов где возможно еще есть сервера дублирующие какие-то ну вот с екатеринбурга вряд ли да потому что прям медленно здесь почему-то медленно отрабатывается пока не могу посмотреть почему но с каких-то близлежащих городов грубо говоря загружают эти данные и за счет этого скорость загрузки сайта может увеличиваться причем может увеличиваться там прям до 20 процентов прирост производительности еще один инструмент который позволяет увеличить скорость загрузки вашего сайта это композитная технология давайте нам даже прям включу вот такой ролик компания 1с битрикс представляет уникальную технологию разработки сайтов композитный сайт скорость отклика сайта в сто раз быстрее чем ранее пользователь мгновенно получает контент страницы ваш сайт поднимается выше в результатах поиска растет конверсия интернет-магазина а значит и ваш доход мы объединили скорость статического и возможности динамического сайта страница разделяется на две составляющие статическую и динамическую статическая часть отображается мгновенно а динамическая часть подгружается незаметно для посетителя вы не заметите технических сложностей вы просто будете знать что ваш сайт быстрее других любой сайт на платформе 1с битрикс может стать композитным обратитесь к нашим партнерам композитный сайт будь быстрее конкурентов ну давайте теперь чуть чуть поподробнее попробую рассказать что это такое тут кстати есть да и другие ролики где как раз про это рассказывают смотрите мы сейчас откроем прям наш рабочий сайт сверну админочку у нас есть сайт состоит из нескольких блоков скажем так есть блоки статические статические есть динамические ну вот например логотип нашего магазина телефон время работы статические блоки да это информация которая у нас постоянно она у нас может измениться но в основном она у нас не меняется то есть мы каждый день телефон и логотип не меня есть информация динамическая например вот вывод трендов сезона да сегодня у нас могут быть одни тренды завтра уже могут быть совсем другие послезавтра совсем еще вообще какие-то третьи на эта информация которая подгружается у нас из базы данных идут какие-то запросы в эту базу данных и потом мы выводим все на страничку так вот мы когда включаем композитный режим мы какие-то данные да те которые у нас постоянные мы грубо говоря загоняем в такой специальный кэш и потом при отдачи этой страницы когда какой-то посетитель у нас обращается на нас к нашему серверу и хочет получить данные с нашей страницы ему мгновенно из кэша уже отдается уже с генерированная страница уже с логотипом с телефоном с какими-то с какой-то текстовой информации там приветствуем например да и параллельно с этим идет обработка и загрузка всякой динамической информации что информация которая у нас уже вот генерируется запросом базу данных с обработкой и так далее на включить это все можно прямо кликом одной клавиши да раньше для этого требовалась настройка ручная и занимались этим в основном наши партнеры но сейчас эта возможность осталась вот здесь вот есть возможность включить композит а есть возможность включить авто композит который система сама проверит ваш сайт сама решит какие у нее настройки какие модули у него будут загружаться в статике какие модули будут загружаться в опозитном режиме и просто начнет работать немножечко быстрее но сейчас сожалению мы прям прироста не увидим да потому что мы только только и включили но через несколько дней уже если у нас достаточно количество посетителей наберется мы увидим реальный прирост вот там вот в мониторе скорости сайта какие-то самые там простейшие настройки можно включить либо стандартный режим с задержкой перезаписи на ли простой стандартный режим оставить указываем там список доменных имен которые нам нужны и сохраняем эти настройки тоже все это было сохранено опять же да можем прописать группы пользователей которые будет срабатывать композитный режим кнопка быстро с 1с битрикс можно и отключать но мы рекомендуем все таки оставлять ее внизу для того чтобы увидеть загрузилась эта страничка в композитном режиме либо нет такая вот есть у нас технология гордимся прям ей она у нас запатентована поэтому тоже этим можно пользоваться возвращаемся в мастер посмотрим что дальше монитор производительности это уже инструмент который позволяет производить протестировать производительность вашего сайта течение какого-то времени и сравнивать эти значения с теми эталонными значениями которые мы по умолчанию предлагаем считать за прям за эталон да и после этого остановлюсь сейчас тест не будем ждать показывает эталонные значения и наше значение ну вот мы здесь видим жда что сервер у нас достаточно хорош конфигурация сервера а нет наоборот не хватает немножечко 20 меньше 30 это он 30 опять же дам для чего это нужно если вот здесь есть рекомендации в вкладке битрикс если что-то у нас работает не оптимально то есть сразу рекомендации что с этим сделать ну например 100 сбор данных для отчета пути по сайту да это интересная штука с которой можно работать но зато это немножечко затормаживает работу скорость работы нашего сайта да в принципе можно с этим какое-то определенное время поработать и потом этот режим отключить настройки хранения кэша до инструкция по настройке тоже здесь настраивается оптимизация и анализ таблиц базы данных у меня не оптимизированы можно оптимизировать так далее вернусь в мастер сейчас не посмотрим что у нас дальше так безопасность интернет-магазин давайте пока посмотрю наверно появились ли какие-то вопросы вопрос вопросики все включено трафик не считается все все по нуля так сиден включено на трафик не считается вообще все по нулям на карте очень обширная посещаемость почему такое может быть андрей не подскажу напишите техподдержку ну вообще если сиден и включен и настроены корректно должен отображаться по россии сервера сиден все во всяком случае точно работают на запад не скажу по моему на западе нет а вот по россии точно работают так вопросов пока нет давайте тогда дальше безопасность интернет-магазина ну в первую очередь у нас выключить включить проактивную защиту есть такая специальная инструмент который называется проактивный фильтр который анализирует уже знает большинство известных атак которые используются при атаках на в приложении и фильтрует их и не дает им грубо говоря достучаться до вашего сайта опять же можно настроить да как-то реагировать на попытки каких-то вторжений либо сделать данные там безопасными да либо очистить опасные данные либо оставить опасные данные как есть можно настроить исключение и плюс ко всему вот такой еще интересный инструмент это сканер безопасности можно сказать облачный сервис давайте как раз запустим облачный сервис который удаленно пытается можно сказать как раз проникнуть до атаковать ваш сайт проникнуть на него посмотреть какие есть потенциальные лазейки возможности для угроз и дает рекомендации как все это дело перекрыть как сделать ваш сайт максимально безопасно так но пока он у нас здесь сканирует мы посмотрим еще одну штуку вот такая очень интересная называется двухлакторная авторизация что это такое у меня она выключена на демонстрационном сайте но на рабочих проектах очень активно пользуюсь этим инструментом это возможность создавать так называемую двухэтапную авторизацию когда вы первый пароль например вот этот пароль который вы знаете от своего сайта который вы придумали второй пароль который запросит система это пароль который будет генерироваться автоматически либо на таком специальном брелке на либо что бывает чаще на вашем мобильном телефоне да то есть скачиваете приложение специально битрикс вот например у нас называется и настраиваете как этот пароль будет генерироваться либо автоматически каждый там 25 секунд по ума либо вручную будете нажимать при каждом ходе будет генерируется пароль и быть его водить и заходить себе в админку для чего это надо двухакторная авторизация такого рода авторизация позволяет избежать возможности подбора пароля если кто-то украдет ваш пароль или догадается какой пароль вы придумали ну знаете до сих пор многие еще используют пароль там qwerty или 1 2 3 4 5 6 так вот если такая ситуация произойдет то вторую часть пароля человек все равно не сможет не угадать не придумать поэтому это очень безопасно так вот смотрите сканер безопасности у нас уже просканировал наш сайт написал предупреждение что у нас будет выделено слишком мало памяти рекомендуется побольше выделить ну тем не менее выдал какие-то рекомендации не является уровень безопасности административной группы повышенным рекомендует в политиках безопасности административной группы выбрать уже настроен настройку повышенный на пароль в базе данных пустой нечего скрывать здесь используется устаревшие модули по платформу а да не обновлено у меня значит рекомендует обновиться у некоторых пользователей установил административной группы установлены слабый пароль но это у меня не только один пользователь над поставить бы помощнее так на это посмотрели это посмотрели давайте мы вернемся в мастер что еще резервное копирование ну резервное копирование можно включить как регулярно так и делать его вручную рекомендуется все таки включать регулярное резервное копирование чтобы в случае чего всегда актуальные данные иметь и опять же в настройках вы указываете где будете хранить вашу копию если вы хотите хранить ее на своих серверах каких-то отлично да можно там покусать сохранять и там потом допустим приносить мы же все-таки рекомендуем хранить копии в нашем облаке в облаке один из битрикс не дай бог знаете всякое может быть что-то сервером вашим случится вы всегда сможете из резервной копии из нашей из большого и надежного нашего облака это резервную копию достаточно быстро восстановить и развернуть ваш сайт где-то на другом сервере перепривязать там доменное имя для того чтобы ваш сайт как можно меньше простаивал на случай чего едем дальше так у нас инспектор сайтов давайте попробуем сейчас добавить тоже такой достаточно нужный и полезный инструмент тоже облачный сервис который ну грубо говоря каждые пять минут пин будет ваш сайт смотрит на доступен он или нет и в случае если не он недоступен он шлет у вам уведомления либо на почту которую вы указали либо в мобильное приложение которое вы установили на свой смартфон и пользуетесь им и если сайт вдруг недоступен достаточно оперативно вы об этом узнаете ну вот ну кроме помимо этого уведомления шлются там если у вас срок регистрации домена заканчивается либо срок и истечения лицензии на один из битрикс и по-моему сссср сертификат еще тоже присылает уведомление так вернемся в мастер с безопасностью наверное тоже все по распределению высоких нагрузок масштабирования ну во первых есть инструмент для визуального масштабирования проект попробуем его открыть во вторых есть специальная виртуальная машина которой мы рекомендуем пользоваться это уже готовый готовый настроенный сервер и настроены протестирован и адаптирован для оптимальной работы с продуктами 1 с битрикс ну необходимо его скачать и грубо говоря установить на свой сервер все программное обеспечение здесь собрано и подобно так как надо график нагрузки технии работает у меня график нагрузки не настраивал я здесь ничего никогда ну и не покажу его к сожалению у меня потому что на кластера мой сайт не разбит но есть такая возможность если кому-то интересно будет ну не знаю напишите фэшнсах отдельно пообщаемся это наверное все таки на не самый важный момент не самый популярный вопрос среди новичков это скорее больше интересуются партнеры которые занимаются большими крупными проектами когда необходимо распределить один сайт на несколько серверов да например какие-то модули вынести отдельно там например поиск для них есть возможность такая управление в серверами ну и что касается технической поддержки вашего бизнеса не буду подробно останавливаться да вы всегда обращение можете написать либо вот здесь внизу в правом нижнем углу техподдержки либо опять же через раздел помощь можно обратиться в техподдержку напишите в нашу техподдержку да задать вопрос ну и здесь в разделе обслуживание интернет-магазина ссылки на клиентский форум на обсуждение новых фич на документацию в том числе есть такая вот проверка системы да вы запустите то система сама себя грубо говоря проверит и подскажет что надо сделать для того чтобы она наиболее актуально оптимально работала вот здесь видит выдает мне какие-то до почта у меня не настроена он сразу выдает уведомления такие так ну наверное пока с технической стороной давайте закончим сейчас я закрою опять же посмотрю какие-то вопросики если конфигурация сервера максимально для сайта но все равно работает достаточно медленно с чем-то может быть связано но конфигурация сервера максимально для сайта не у меня очень понятно что значит моя конфигурация сервера максимально для сайта этого вашего хостинга максимальную конфигурацию вы подобрали или что чин компонент композит стандарт шаблон интернет-магазин правые столбы которые файли все что у него летает вниз страницы ну роман если вы какие какого-то такого рода ошибки происходят пишите в техподдержку мария по поводу скорости если все равно отображается медленно не знаю надо смотреть аппаратные до собственные сервер мария тоже в техподдержку если что-то я не подскажу здесь да и не технический специалист но там вам ребята наверняка смогут какую-то помощь оказать если не получится с ними напишите мне на никита собачка один из битриксру попробуем какой-нибудь посоветовать вам чтобы сделали аудит сайта возможно типовой шаблон не типовой шаблон наверное какой-то свой использовать ну не знаю давайте отдельно пообщаемся по этому поводу а я сейчас наверное перейду уже в то что касается серым ки я запустил свою сервину если кто не знает расскажу так в двух словах у нас есть сервис такой который называется битрикс24 вот его сайт битрикс24 ru если кто не пользуется то рекомендую уже сейчас возможно зарегистрироваться это на бесплатный до 12 пользователей он бесплатен сервис для того чтобы для работы внутри вашей компании здесь и возможность общения внутри компании управление задачами и проектами и наверное один из самых популярных сценариев это вот как раз CRM это возможность фиксировать всю информацию которая связана с продажами в вашей компании обращение какие-то телефонные звонки переписка выставление счетов и прочее 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 но не буду отдельно рассказывать про сам битрикс24 да потому что есть отдельные вебинары расскажу как это интегрируется как это интегрируется так вывели это уже что ли сюда магазин CRM у меня уже настроена интеграция с моим сайтом причем на настраивается интеграция достаточно просто в админке вашего интернет-магазина раздел магазин CRM и здесь вы либо нажмете настроить интеграцию CRM укажете адрес своего портала битрикс24 логин администратора и пароль либо если у вас уже если у вас еще нету битрикс24 то нажмете получить CRM битрикс24 опять же сюда перескочите на сайт битрикс24 да нажмете начать бесплатно и создадите себе вот такой вот портал вот он у меня тоже тестовый тоже у меня здесь куча всякой пить такой тестовой информации вот и вот как раз раздел CRM раздел CRM у меня уже новый дизайн вы это конечные пользователи у нас такой дизайн увидят ну наверное там в течение одной-двух недель мы недавно немножечко обновились немного расскажу про сущности которые есть в CRM системе любая информация которая попадает в CRM ну изначально она скорее всего попадет как так называемый лид вот он лид у нас переключу сейчас список лид ну лиды какие бывают например на выставке где-то пообщались мы обменялись с визитками да я пришел и эту информацию либо отсканировал визитку распознал информацию с нее есть такой тоже функционал либо вручную внес эту информацию в систему вы для меня стали каким-то потенциальным лидом то есть дальше я уже вам позвоню и либо сделаю вам какое-то предложение которое вас заинтересует и сконвертирую вас как лид в какой-то контакт либо в какую-то компанию да с которой я в дальнейшем буду предполагаю что буду вести какие-то торговые отношения либо забракую этот лид и забуду про него он тоже сохранится в системе но он будет уже у нас забракован может быть этот лид возникнет когда кто-то позвонит мне на телефон который у меня привязан к crm-системе может быть лид будет создан автоматически когда кто-то заполнит форму форму на сайте эта информация тоже попадет в crm и всякие другие возможности есть да можно здесь импортировать лиды из какого-то файла например и так далее опять же мы всегда эти лиды можем сортировать ну мы видели с вами да как работает фильтр у нас с заказами в админке нашего сайта здесь та же самая история просто ну чуть-чуть дизайн по-другому выглядит но также по любым параметрам эти лиды можем отсортировать создавать свой фильтр сохранять так далее лид мы можем сохранить либо в контакт это какое-то физическое лицо либо в какую-то компанию это юридическое лицо и с этими уже компаниями или контактами давайте например про физлицо говорим я опять в список сейчас вернусь дальше уже ввести какие-то отношения можем планировать какие-то события добавлять задачи писать письма звонок запланировать там ли встречу и по мере продвижения нашей до нашей деятельности мы можем планировать какие-то создавать какие-то сделки выставлять коммерческие предложения выставлять счета и все это дело отслеживать и потом сможем уже смотреть сколько контактов мы получили допустим да сколько из них сколько ли то было создано сколько из них у нас пришло в контакты сколько из этих лидов у нас клиентов пришло в сделки сколько в итоге из лидов в покупателя людей у нас было сконвертировано и так далее первоначально у нас задача стоит собрать лиды на один из инструментов который позволяет это сделать мы уже посмотрели да это серым форму который можно разместить на сайте вот уже по умолчанию у меня есть здесь несколько форм например такая форма как под контактные данные давайте посмотрим как она выглядит вот такая вот формочка мы собираем контактные данные имя фамилия телефон ему эту форму мы можем разместить на сайте либо по прямой ссылке прямую ссылку отправить клиенту где-то в чате например или по почте и что характерно да те данные которые мы будем получать из этой формы мы можем сразу их раскидывать в какие-то сущности в нашей битрикс24 до чтобы информация сразу на нас там блин попадала название ли или да там имя да мы указываем например отчество вот они у нас как раз имя фамилия вернее название компании можем тоже сюда взять использовать да вот название компании будем тоже в контактной форме спрашивать на после того как ли он будет заполнять эту форму эти данные у нас будут появляться все рынки потому что мы сделали такую интеграцию да мы настроили указали только адрес нашей серии логин и пароль у нас данные эти с сайта будут появляться все рынки и потом с этой информации уже все рынки мы сможем работать помимо crm форум есть еще возможность подключать разные мессенджеры такая тоже достаточно сейчас популярная тема стала да все у нас работают с мессенджерами но тут есть специальный отдел открытые линии общение с клиентом происходит в разных каналах клиенты нам звонят клиенты нам пишут письма и сейчас активно стали люди пользоваться мессенджерами чатиками на сайтах и мы позволяем даем инструмент который позволяет вот все эти обращения собрать в одной единой базе и все их сохранять в crm то есть у меня уже заведена датка открытая линия давайте создание например новую эту линию мы можем подключать в эту открытую линию разные каналы коммуникации например онлайн чат на нашем сайте включить зову эту ссылочку опять же я сейчас создам вот такую публичную ссылку на могу скопировать необходимо если какую-то картинку свою подпись подпись только на расширенном тарифе даст убрать картинку или свой css стиль можем все это сохранить онлайн чат у нас уже подключен помимо этого мы можем включить наш нетворк вайбер создать специальный публичный аккаунт в вайбере или если он уже есть подключить этот аккаунт люди будут писать нам сообщение в вайбере а мы эти сообщения будем получать в нас в чатике вот здесь вот вот например кто-то мне на сайте что-то написал да на моем сайте bxgm.ru еще 22 ноября я им ничего не ответил человек правда уже отвалился но тем не менее мы сейчас проверим с вами да можете кстати пока зайти на сайт bxgm.ru и сейчас видите здесь правом нижнем углу до появится вот такая штучка можно как раз в чате написать какое-то сообщение она у меня появится в моем вот здесь вот битрикс24 ну давайте попробуйте напишите мне что-нибудь пока пока я рассказываю есть вайбер привет 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 тут только давайте давайте не будем сейчас память а то придется мне много отвечать ничего не успею рассказать то есть вот да появились у нас открытые линии такие кто-то что-то написал на сайте я могу сразу ответить так привет проверка вот сразу здесь общаюсь то есть по сути это у меня вот такое рабочее место по сути такое рабочее место я могу здесь общаться и с со своими сотрудниками да которые у меня тоже работают на портале и с вот такими-то обращениями на сайте причем эти обращения мы сейчас самый простой сценарий с вами посмотрели сценарий онлайн чат есть возможность подключить публичные группы вайбер есть возможность подключить аккаунт в телеграме вконтакте facebook сообщения как здесь написать через вайбер например здесь написать через вайбер не получится чтобы написать через вайбер надо сначала завести публичный аккаунт рассказать клиенту что у вас есть такой публичный аккаунт что вам Можно обращаться, найдя вашу группу, например, вернее, ваш публичный аккаунт через Viber, будет называться там, не знаю, название вашей компании, консультации, и туда будет человек писать сообщение, в Viber именно будет писать сообщение, даже прямо с мобильного телефона. Вы ему будете отвечать вот здесь, вот через этот чатик, где вы мне написали, а ответ он будет получать опять же у себя в Viber. Причем отвечать может не один человек на сайте, вы можете создать группу людей, которые у нас вот здесь в настройках где-то будет. Вот очередь, да, мы можем, вот очередь. Как и с телефонными звонками, мы можем задать очередь сотрудников, которые будут отвечать на входящее обращение. Если кто-то, например, не может ответить на какое-то обращение, ну-ка, я уже на все ответил здесь, то сообщение автоматически перейдет другому человеку. Я могу переадресовать это сообщение какому-то другому сотруднику своему. Я могу пригласить какого-то своего сотрудника, чтобы он помог мне ответить на какой-то вопрос, да, и так далее. То есть, ну, здесь вариантов, как можно использовать этот инструмент, масса. Опять же, да, как распределяться будет обращение там, либо по очереди, либо равномерно будут получать все это обращение. Время настраивается там, неотвеченное сообщение, если не успеваете ответить. Опять же, да, текст написали, подготовили, не успеваете ответить человеку, видишь, что, к сожалению, мы не можем с вами сейчас связаться, там ответим позже. Самое интересное, что вся эта история, разные, да, разные-разные-разные каналы можно подключать. В Facebook тут и сообщения, и комментарии с вашей страницы можно подключить. Инстаграм можно подключить к открытой линии. Не вижу YouTube, но знаю, что он уже вот-вот должен появиться. То есть, комментарии в YouTube тоже будут у вас, да, сыпаться, например, вы сможете на них отвечать. На Skype, Slack, Office 365 много разных инструментов включаются. И самое интересное, что вся эта информация, которую вы пишете, она будет, которую люди будут вам писать, да, все переговоры будут сохраняться. Если, например, мы смогли распознать какого-то человека, то, и у нас этот человек заведен в все рынки, то мы сможем привязывать эти переговоры к этому человеку, да, или к этой компании. Вся история будет сохраняться в переписке. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Сохраню сейчас открытую линию эту. Открытая линия 6, она у меня появилась. И что еще хотелось рассказать сейчас по всей рынке, да, немножечко. Это возможность сделать вот такой вот виджет на сайт. Вот они у нас есть. Есть виджеты на сайт. Те, кто писал мне уже сообщение на сайте bxem.ru, видели уже этот виджет. Ну, расскажу, да. Настроить этот виджет достаточно просто. Как разместить его на сайте? Код такой сгенерирован автоматически. Я просто на своем сайте, где он у меня, в магазине одежда. Вот у меня этот виджет. Я его сейчас закрою. Так, разверну. Изменить страницу. Покажу просто, где он находится у меня, этот виджет. Вот он, в самом конце я его вставил. Вот он, скрипт, да. Просто я открыл эту страничку в режиме редактирования, разместил этот скрипт. Ну, также можно сделать и на других страницах, чтобы везде у вас эти открытые линии были доступны. Что мы здесь можем? Ну, CRM-форма. Контактные данные, да. Это еще старая, там, другая CRM-форма используется. Мы видели, что мы немножко изменяли. Есть еще CRM-форма заказа обратного звонка. Вы просто указываете телефон, жмете жду звонка, и у меня на телефоне, на моем, в этом самом телефоне, который стоит, на котором стоит Bitrix24 приложение, да, раздастся звонок. Я должен буду вам перезвонить. Не знаю, можете попробовать. А, у меня, скорее, он не на телефоне раздастся, а вот здесь вот. Да, вот тут. Ну, можете попробовать кто-нибудь номер телефона свой бить. У меня должна эта штука появиться. Вот, видите? Ну, что вы? Ну, кто-то номер все девятки ввел. Ой, прошу прощения. Я могу, конечно, ответить, но я не уверен, что это настоящий номер, и вряд ли я кому-то перезвоню. Я жму пропустить. Ох, ох. Повалили звонки. Но, смотрите, у меня информация о звонке об этом. В чатике осталось. Я всегда могу сюда перейти посмотреть, да, перезвонить, если что. И у меня должна была эта штука, по-моему, еще в лиды сохраниться. Нет, форма, форма, форма. Так. Дата изменения. Эта форма мне запомнили. А, все правильно, вот она. Вот эта форма, да. Вот этот пропущенный звонок, он у меня сохранился еще и в форме. Он сохранился еще и как лид. То есть я увижу, у меня, да, будет счетчик. Вот у меня сейчас 8 лидов, на которые я не среагировал никак. У меня появился вот такой лид, как заполнение формы номер 30. Источник CRM-форма телефон был, я вижу по лиду, что был пропущенный звонок, да. То есть я не смог дозвониться до этого номера. Но я могу всегда перезвонить. Здесь самое важное, что вся информация сохраняется, мы ни один контакт не упустим. Живой пример одного из наших партнеров, не помню, вот партнер, точно помню, что с Краснодара, пример, не помню, московская фирма, то ли Москва, то ли кто-то вот с юго, там Сочи или Краснодар. История такая, 8 марта у людей вал звонков по поводу, ну, заказать цветы. И не все звонки просто взяли и перезвонили. Ну, что-то как-то, знаете, забылось. Почитали, сколько денег потеряли за один день на том, что не перезвонили вот по таким контактам, не продали людям, которые были заинтересованы. Около миллиона потеряли. После этого внедрили B324. Теперь все звонки фиксируются, и такого, что неотвеченный звонок, к которому не перезвонили, такого сценария уже быть не может. Потому что у менеджеров стоит строго, что красных счетчиков быть не должно. Они должны по всем этим счетчикам пройтись и каждый лид доужать, либо до продажи, либо отбраковать. Так, это мы с вами посмотрели, это мы с вами поговорили. Что еще я хотел показать? Естественно, по всем этим инструментам можно будет потом статистику посмотреть по открытым линиям. А, вот, да. Как раз это я, по-моему, и хотел посмотреть. Вот сюда вот перейдем по статистику, по открытым линиям. И по открытой линии тест, да, статистика. Входящий, исходящий, онлайн чат, либо это звонок был, либо заполненная форма. Все это сохраняется. Мы всегда можем либо вернуться к какому-то диалогу, да, вот открыть диалог и написать что-то, с кем мы здесь общались. Либо посмотреть историю нашего диалога, да, какая была вообще переписка, если там диалог у нас уже закрыт и так далее. В общем, все делается для того, чтобы как можно больше всех коммуникаций, которые вы ведете с вашими клиентами, чтобы они у вас сохранялись. И всегда можно было эту историю, эту информацию поднять и сохранить. Естественно, лиды будут потом у вас конвертироваться куда-то в контакты, в сделки, и эта информация будет уже там сохраняться. Так, наверное, у меня на сегодня все. Давайте посмотрю вопросики. Хлоп. Хлоп. Так. Данный вебинар будет доступен для, после окончания, да, будет, конечно, для повторного просмотра. Все три вебинара на этой неделе отдадим. Так, планируется ли добавление интеграции каталога с сайта в Bitrix24? Ну, пока такой возможности нет. Пока есть в Bitrix24 интеграция только с 1С. Ну, в принципе, если у вас 1С и интернет-магазин завязан, то как раз оттуда каталог можете дернуть. Но, опять же, это каталог, скорее, больше информативный, да, там, как раз разделы посмотреть, каталог товаров для того, чтобы когда счета выставляли, чтобы одни и те же товары были. Не подскажу, не помню, остатки, по-моему, можно еще показывать, есть или нет на складе. Так. Вопрос интеграции с сайтом, который, наверное, раздыхает многоязычность в виджете, который ставится на сайт. Хороший вопрос, Роман, но пока не готов на него ответить. Тоже, наверное, лучше нам написать. Надо дергать продукт-менеджеров. Потому что, насколько я знаю, пока никак не решается. Пока все-таки это, наверное, под какие-то сайты, которые с одним языком. Так, можно ли как-то наладить ссылку для Viber, чтобы человек сразу попадал именно в чат, а не в рассылку в Viber? Мария, вот тут тоже не подскажу, наверное, не знаю, не знаю, лучше тоже поддержку написать. Как предложение было бы очень неплохо, если бы была возможность подключить не только сообщения в группу ВКонтакте, но еще и личные сообщения определенному пользователю. Ну, да, понятно это пожелание. Здесь скорее вопрос API. Если ВКонтакте это дает дело, то мы это реализуем. Если нет, то не реализуем. Можно ли управлять расположением виджета? Давайте, да, посмотрим. Да, можно. Вернусь сейчас в виджеты. CRM. По-моему, хотел как раз показать про виджеты эти самые. И не показал. Так. Редактировать. Да, вот здесь вот выбрать положение можно виджета, да, где оно будет отображаться. Цвет фона, цвет иконок. Код для ставки так понятно. Какие каналы или CRM-форма настраиваются, понятно. И когда будет время показа, да, сразу после загрузки станется, либо с какой-то определенной задержкой. Ну, в виджете у нас... Виджет может показывать, например, что-то одно. Либо все вместе, либо два каких-то пункта, да. Но это в любом будет случай. Либо открытая линия, либо CRM-форма, либо форма обратного звонка. Пока вот только так. Так, дальше вопрос смотрю. Расположение видно. Как-то несерьезно покупать лицензию бизнеса за 70 тысяч рублей, чтобы иметь возможность онлайн-чата в CRM. Вы немножечко путаете, Андрей. Онлайн-чат можно не обязательно... Более того, его можно не только на Bittrex размещать. Ну, не обязательно Bittrex управление сайтом использовать для того, чтобы онлайн-чат или CRM-формы или какой-то другой функционал, который есть в Bittrex 24, там, в CRM-ке, использовать на сайте. Пускай у вас сайт будет не на Bittrex, а на какой-то другой платформе. Код разместить на любой платформе несложно. Поэтому, ну... Вы не правы в вашем вопросе. Да. Дальше. При повторном исполни форму с корзином доп. информации. В лидах информация дополняется. Если телефон одинаковый, то в этот лид... Ну, информация дополнится в этот лид. Насколько я помню, именно так. Можно проверить потом. Есть ли несколько сайтов, как настроить автоматические ответы? Ну, скорее всего, для каждого сайта надо будет делать отдельную открытую линию. Где искать на сайте Bittrex старые вебинары? Ну, окей, давайте сейчас покажу. Сайт 1S Bittrex.ru. Раздел мероприятия, вебинары, архив. По тематике у нас здесь, опять же, разбито. Пожалуйста, смотрите. Каким образом интеграция IP-телефонии в Bittrex 24? Ну, Роман, смотрите. По IP-телефонии есть отдельный вебинар на сайте Bittrex 24. У нас, на самом деле, сейчас... Должны были... Так, у меня какой-то Bittrex уже обновлен, да? Сейчас покажу. Сам еще, честно говоря, не смотрел, но вроде как сделали уже возможность звонить прямо из заказа по телефону. Вот поэтому... Не знаю, сработает у меня сейчас, не сработает. Что-то не срабатывает. Но в ближайшее время эта возможность появится. Есть отдельный раздел «Телефония» в вашем Bittrex 24, где вы можете уже самостоятельно либо подключать через SIP-коннектор, либо используя специальные... Есть... Как же их называют? Через API, короче, выпускают свои... Где они? Сейчас покажу. Мы открыли API по телефонии, и сервисы, которые предлагают IP-телефонию, они предлагают как раз возможность пользоваться именно их... Могу сообразить... А, вот приложение. Именно их приложение использовать. Давайте как раз выберем категорию «Телефония», IP-телефония, и посмотрим, кто здесь есть. Онлайн-РВХ или PBX, не знаю, как правильно. Кто еще? Мегафон есть. То есть, ну, в принципе, там Астериск. Все самые популярные сервисы, которые предлагают IT-телефонию, они там, Манго Офис, да, они уже выпустили свои приложения. Просто запускайте эти приложения, там какие-то минимальные настройки, вводите свои, и начинайте работать уже с помощью своей телефонии. Ну и плюс ко всему, можно через SIP-коннектор практически любой... любой АТС-ку подключить. Можно арендовать номер у нас, да, у нашего партнера. Убираете номер, делаете настройки, опять же, там правила очереди и так далее, прописываете. Отдельный вебинар есть на этом, на сайте B324.ru, давайте покажу, где. У нас по B324... У нас плавно, видите, наш вебинар перетек в какой-то вебинар по B324. На самом деле, в B324.ru, внизу раздел «Вебинары» и ближайшие телефоны, да, настройки звонков B324, например, 21 декабря будет, кому интересно. Ну и прошедшие вебинары, опять же, по тематикам можно разобрать. Вот, например, по телефонии. Вот вебинары, которые были по телефонии. Пожалуйста, смотрите, там подробно расписано, как это настраивается. Стоимость какая? За B324? Ну, он есть бесплатный, есть платные версии, опять же, на сайте B324.ru можно посмотреть. Там от 5 до 10, по-моему, 1000 рублей в месяц. Так, зачем тогда раздел «Товары» в B324? Вот как раз раздел «Товары» в B324 позволяет интегрировать B324 с 1С и с 1С-ки каталог товаров подтягивать для того, чтобы когда вы коммерческое предложение, счета выставляете, чтобы не вручную эти товары выбивать, а брать прямо из вашего каталога как-то есть. что запрос с сайта поступал на IP-телефонию. Есть возможность сделать. Вроде уже вопрос рожден был, каталог SMS CRM B324 не выгружается, то есть не синхронизация. Синхронизация B324 с 1С на дорогих тарифах только. Вы знаете, не помню, давайте сейчас посмотрим прямо. Так, цены. Нас интересует интеграция с 1С. Это 1С-трекер, это немножечко не то. Интеграция с 1С. Да, только на больших тарифах. Только на команде компаний. Плюс ко всему, что касается интеграции с интернет-магазиной B324, если вы настроили интеграцию CMS с CRM, то заказы, которые будут делаться у вас на сайте, они тоже будут автоматически попадать в CRM вашу B324 в качестве сделки. У меня, по-моему, даже какие-то есть такие заказы. Давайте посмотрим. Я перейду сейчас в CRM, в сделку. Отображу списком. Да, вот, видите, заказы с eShop12, например. Я открою сейчас информацию у меня, товары. Вот как раз, да, ремень, элегантность, футболка, можно сказать, частота, доставка, 500 рублей. Могу изменить. Наверное, могу, не знаю, интеграция должна у меня, вроде я не сбрасывал все это. Хотя нет, не дает. Ну, не откроется сейчас. Это, видимо, еще с какого-то там, может быть, старого сайта. В чем здесь суть? Здесь откроется форма заказа, точно такая же, как на сайте. Мы можем заказ как-то поменять, да, соответственно, автоматически у нас на сайте это отобразится. Ну, и плюс все по заказу. Информация ВКонтакте, все это автоматически, да, подтягивается. Вот у нас сделка eShop12, 23 ноября. Ну, что-то я там с 20... Она у нас... Она у меня закрыта уже сделка, поэтому мне, наверное, не дает ее изменить. Вот так. Если остались какие-то вопросики, то давайте задавайте, иначе я буду уже закругляться. Пока нет вопросов, я тогда, чтобы не занимать много вашего времени, передаю слово Олегу. Олег, включаю микрофон. Так, должно быть... Вот сейчас должно быть... Добрый день, меня зовут Мурад Ифиндиев. Я буду говорить про особенности эффективного продвижения интернет-магазинов в эпоху мифов. Вот. Вначале небольшая вемарка. У нас должен был состояться вебинар, на котором я и должен был говорить по на эту тему, но, к сожалению, получилось так, как есть, и вы смотрите сейчас это в записи. Почему именно эпоха мифов? Когда стало понятно, что будет мероприятие, будет вебинар, я как раз читал про мифологию стран Средней Азии, и там был популярен сюжет, когда дракон охранял клад с сокровищами золотами от главного героя, вообще вот всех, и был главный герой, который шел за этим кладом, по сути, можно тут провести параллель с реальным миром, когда вместо главного героя у нас есть интернет-магазин, который хочет стать успешным, иметь хорошие продажи, достичь, получить свой клад с золотом, с сокровищами, но на пути к нему стоят преграды определенные, и в данном случае преграда является дракон. Дракон, с одной стороны, кажется нам угрозой, с другой стороны, если знать, как с ним управляться, то эти угрозы можно обернуть в возможности. Дракон, в данном случае, это всевозможные каналы продвижения. Каждая голова это один канал. Я их насчитал десять, к сожалению, картинку соответствующую не нашел. Ну, давайте непосредственно к делу. То есть, десять каналов продвижения я насчитал, их может быть меньше, в каких-то источниках даже больше. Я выделил следующие. это SEO, товарные площадки, медийная реклама, контекстная реклама, медиамаркетинг, социал медиамаркетинг, реклама в соцсетях, тизерную, email маркетинг, видеорекламу и тематические ресурсы. К сожалению, в рамках 20 минут рассказать об этом будет сложно. Во всех каналах продвижения я пройдусь по тем ключевым, которые я считаю важными и это не означает, что другими менее важны, но я решил остановиться на этих. Давайте начнем. Вопрос, который стоит перед нами, когда мы видим дракона, как его приручить, а для того, чтобы приручить, нам необходимо с ним показать ему определенные боевые приемы, скажем так. Показать, что мы очень сильны и эти боевые приемы должны сработать и он должен подчиниться. Во-первых, сайлона, что необходимо обратить внимание при работе с поисковой оптимизацией. Да, необходимо проверить файл robots.txt, настроить для индексации поисковыми системами, чтобы личные кабинеты, личные данные, пользовательские кабинеты, и личные данные пользователей не попали в поисковую выдачу, необходимо настроить, необходимо скрыть определенные товары и категории товаров, в которых дублируется контент, это влияет на выдачу, необходимо, естественно, закрыть административную часть, но в битрексе это уже есть и давным-давно есть во всех CMS, административная часть она закрыта, то есть robots.txt это важный момент. Микроразметка, в микроразметку необходимо также вводить внимание, потому что она используется для страниц товаров, можно вывести информацию в поисковой выдаче, информацию по рейтингам, ценам производителей и продавцам, в данном примере, допустим, инструментов Bosch вы видите там выдачи отображаются рейтинга магазина. Микроразметку использовать нужно. Метатэк Description он не влияет на ранжирование сайтов, но он как бы влияет на кликабельность, то есть понятно, что если у нас там будет абракадабра, никто не кликнет, не перейдет, поэтому на это необходимо обратить внимание и необходимо повышать там, необходимо повышать эффективность описания страниц там несколькими простыми рекомендациями. Допустим, в этом примере мы видим описание седана, AperDescription должен содержать мотивировку для перехода пользователя то есть он увидел там о чем речь ему хочется почитать дальше он перешел что-то увидел получил может какую-то выгоду необходимо соблюдать там правило 106 156 символов длина description с учетом всех пробелов ну в общем это очень важный компонент и имейте это как бы ввиду идем дальше да нужно использовать инструменты вебмастера самые известные это яндекс вебмастер и google вебмастер tools говорить про вебмастер можно очень долго на что следует обратить внимание естественно они дают какую-то информацию очень обширную информацию о сайте отсутствие к нему доступа каком-то некорректном может быть вредном коде говорят о том что дают статистику по количеству страниц которые индексированы поисковыми системами показывают есть ошибки в общем дают информацию по поисковым запросам которые пользуют которыми пользуются пользователи до посетители вашего сайта то есть необходимо использовать я бы вам рекомендовал почитать руководство для использования очень важно да необходимо выводить тайтл тайтл то что видит в первую очередь пользователь тайтл должен быть информативен также мотивировать на переход это самое важное на что следует обратить внимание сейчас интернет-магазин для продвижения поиска поисковой выдачи это контент-план контент-план статьи на тему определенной продукции на сайте на тему того как использовать на что обратить внимание может быть какие-то познавательные статьи то что пользователи заинтересуют то есть должен быть определенный контент-план который будет следоваться администраторами модераторами сайта контент-менеджерами прочим управленческим персоналом который за это ответственен это влияет на выдачу то есть чем больше контента полезного тем выше вероятность попадания в топ вот что еще следует иметь ввиду да необходимо настроить корректную навигацию на сайте чтобы было понятно было удобно найти соответствующие категории подкатегории товаров необходимо настроить атрибутуаль для поисковых систем для поиска по картинкам если у нас товар был в выдаче и потом его не оказалось вдруг ссылка уже проиндексирована то тут несколько вариантов мы либо ставим страницу 404 делаем красивую грамотно оформляем страницу со ссылками на соответствующей категории товаров либо же делаем что более правильно редирект 301 на соответствующую новую страницу вот если вдруг там старая удалилась по какой-то причине делаем 301 я вообще вам рекомендовал не удалять товар сайта да необходимо описание товаров информативно необходимо описание на странице категории все это есть все эти возможности они есть в битриксе дублированный контент необходимо скрывать тот же файл робот текста социальные кнопки для товаров даст возможностью поделиться про самому я тоже себя не буду говорить чипу человек понятный url это влияет на выдачу список желаний влияет на поведенческие факторы на сайте чем дольше мы находимся на сайте тем более ценен каждый посетитель с точки зрения поисковой системы и последующей индексации магазина в котором находится такой долгий посетитель ну и возможность отображать похожий товар вот раз мы перешли к товарным площадкам к товарам то перейдем к теме к теме товарных площадок сейчас как вы знаете их довольно таки немало на нашем рынке это яндекс маркет товар mail.ru авито рамблер может быть еще какие-то я остановлюсь на яндексе как вы знаете яндекс перешел с модели cost per click на cost per action то есть они берут сейчас оплату за определенные действия в маркете в частности 2% от каждой продажи сейчас комиссия 2% от каждой продажи в пользу маркета в дальнейшем цифра будет увеличиваться но пока так что произошло в шестнадцатом году по сути интернет-магазины сравнялись между собой и давая возможность покупки прямо в маркете какой-то очень мега популярный большой бренд он по сути стал равен теперь небольшому провинциальному я говорю очень условно почему потому что название магазина сейчас малозаметно в маркете при покупке то есть одно дело когда малозаметно но и перейти на него порой сейчас бывает сложно с десктопа и с мобильных устройств перейти в магазин второе репутация обесценилась почему репутация обесценилась потому что маркет доставляет товары гарантирует доставку и возврат и по сути является неким таким арбитром между интернет-магазином и покупателем при возникновении каких-то спорных ситуаций и третье как бы давая такую площадку маркет яндекс маркет немного обесценивает интернет-магазины то есть роль дизайна этих магазинов и технические части она немножко обесценилась потому что ну зачем некоторые игроки задаются вопросом но это обычно скажем так начинающие зачем мне яндекс интернет-магазин когда есть яндекс маркет и вся покупка происходит там ну на самом деле правильно иметь и там и там быть и там и там то есть магазин само собой должен быть маркет необходимо использовать поэтому на это тоже следует обратить внимание СММ на что тут о чем тут можно сказать во-первых целевые эдитерии и подходящие площадки пример когда один из клиентов дилер боша профессиональный инструмент стал продавать заниматься СММ через фейсбук он продавал пытался продать товары профессиональные инструменты совсем не той целевой аудитории вообще не на той площадке понятно что фейсбуке не купят вот а купят в том же маркете в фейсбуке возможно не продавать не устраивать каталоги товаров а говорить про какую-то статей говорить о какой-то статейной составляющей показывать статейную составляющую в общем тут месседж такой что необходимо использовать подходящие площадки да должны быть интересные посты и самое главное аналитика по переходам конверту каждого поста посещаемость на сайте и дальнейшее поведение с учетом цели которые были настроены на сайте странички группы не нужно превращать в доски объявлений это очень важно контекстная реклама для того чтобы отследить конверт да следует использовать систему колл-трекинга колл-тач кумаджик кажется их очень много вот уже а также система антискликивания чтобы не получилось той истории как в известном ролике на ютубе когда вы кладете энной суммы она очень быстро исчезает системы контекстной рекламы из того же директа и google адвардс здесь кстати опечатка ну да ладно необходимо подключить колл-трекинг и использовать систему дискликивания для того чтобы отслеживать результаты используем определенные инструменты и необходима контекстная реклама использовать я бы рекомендовал использовать параллельно с email маркетинг в отличие от других голов email маркетинг других инструментов каналов продвижения email маркетинг это скажем так назову его дополнительным каналом по сути он поддержит позволяет нам поддерживать связь с уже существующим клиентом состоявшимся лидом и мы с настроенными инструментами email маркетинга можем его как бы добивать назовем это так то есть если пользователь заинтересовался в товаре сошел купил дальше мы его информируем дальше говорим о скидках дальше но естественно должно быть все без какой-либо назойливости без злоупотребления вот потому что очень нелегко как бы пользователь очень легко сможет отписаться буквально в один клик и нужно с ним очень аккуратно работать вот я сейчас говорил про приемы которые работают про инструменты которые работают а теперь те которые перестали работать ну во-первых бюджеты при продвижении они перестали иметь значение значение уже не такое большое как раньше по ссылкам можно было купить там десятки тысяч и тысяч ссылочек по сути крупняки крупные интернет-магазины соревновались бюджетами в покупках в массовых скупках этих ссылок сейчас это не работает есть определенные алгоритмы и минусинская от яндекса и гугловский алгоритм который по сути пессимизирует выдачу и вы рискуете просто попасть в фильтр и долго будете оттуда выходить поэтому покупка ссылок не работает но я говорю сейчас о покупке массовой если вы посмотрите на табличку на слайд о котором я говорил тут есть тематические ресурсы то есть ссылки можно размещать но и не должны быть по делу по тематическим ресурсам это не спам это не что-то автоматизированное это целенаправленное размещение там не более условно сотни запросов ссылок SEO ссылок не тысячи идем дальше SEO ссылки второй момент то что о чем я хотел поговорить это не уникальный контент или же уникальный по сути это не самое важное в этом слайде речь о том что не хочу открывать Америку да контент очень важен и уникальный контент очень важен для сайта но проблема в том что очень многие оптимизаторы и многие маркетологи они напирают на то что если сайт условно не выдача если он не продает то проблема в контенте то есть нет выдачи проблема в контенте ниже выдачи чем конкурент проблема в контенте то есть по сути такая мантра когда мы говорим что контент 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 да он очень важен нужен чтобы он был максимально оптимизирован под поисковые системы без зловредного использования ключевых слов вот скоро и на это будет обращать внимание и такие тексты не будут как бы помогать в сел вот контент важен контент нужно писать можно рейтить но это не панацея то есть это всего лишь один из критериев который позволяет нам соблюдая который мы выводим сайт в топ ну и что еще не работает каталоги закладки доски закладки перестали работать уже давным давно лет 5-10 назад вы могли даже 10 больше вы могли зайти на сайт закладок можете поискать выдачу там бобр добр или еще что-то где можно в собственном интерфейсе на сайте добавить ссылочки на ресурсы как бы все это складировать по сути идея была хорошая но превратили в помойку каталоги объявлений также по сути вымерли если не говорить про какие-то основные яндекс каталог доски объявлений яндекс каталог и другие но по доскам объявлений как бы и говорить нечего все понятно вот идем дальше какие выводы я рассказал не обо всем о чем хотел бы времени немного но что важно необходимо использовать не все каналы а те конкретные которые для вашего интернет магазина подходят то есть достаточно взять основных три или четыре канала и распределить по ним ваш рекламный бюджет для максимально эффективной рекламной кампании для успешного продвижения магазина вот если же у вас бюджет ограничен то следует обратить внимание на каком-то одном канале на каком-то одном канале ну и параллельно как бы я все-таки вывел СЭО в отдельную графу то есть СЭО и еще один канал вот о чем я как бы хотел сказать вот в принципе все о чем еще я не сказал на самом деле о многом вот на что следует обратить внимание на HTTPS статьи Яндекса последние читать обязательно это очень будет влиять на поисковую выдачу вот ну и по каждой тематике это отдельная отдельная история которую можно рассказывать очень-очень долго в принципе у меня все и поэтому спасибо за внимание всего доброго так вот 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 вот